Вот еще полгода назад этот человек был рядовым гражданином России. Прописка в Нижнем Тагиле, служба на Уралвагонзаводе, рабочее прошлое. Живет он в обычной пятиэтажке в спальном районе, отец троих детей. Но именно ему в декабре 2011 года было доверено задать вопрос Владимиру Путину, тогда еще кандидату в президенты и премьер-министру России. Вот он, знаменитый диалог. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Подъезжайте. Но не сейчас. И хотелось бы не по этому поводу. Игорь Рюрикович Халманских. Вот уж звучное отчество. На этой неделе подъехал таки к президенту в Новоогорево и получил предложение сменить шумный цех на кабинет федерального чиновника. Я хочу вам сделать предложение. Предлагаю вам занять должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. От такого предложения Халманских отказаться не смог. Головокружительная карьера, иначе не скажешь. Игорь Рюрикович с того памятного декабрьского дня проявил себя, кстати, весьма ярко. Разгонять оппозицию в Москву он не поехал, однако активно участвовал в президентской кампании Владимира Путина. Даже в выборную ночь чуть ли не первым поздравил того с победой. Если ты не занимаешься политикой, то она начинает заниматься тобой. Вы просто поставили на место людей, которые взорвались и позволили себе оскорблять человека труда. А вот он в Москве на трибуне в день рождения Общероссийского народного фронта. Мы трудовой народ России, и нам решать, каким путем пойдет страна. Сейчас забот у Халманских явно прибавится. Он, кстати, и без того занят. Создал общественное движение в защиту человека труда. Ну а российские блогеры не устают обсуждать это неожиданное назначение, а заодно дают советы. Кто бы еще мог так стремительно подняться по социальному лифту? Например, студентку Свету из Иваново. Помните знаменитое «Мы стали более лучше одеваться»? Предлагают в губернатора Ивановской области, или же в полпреда Центрального федерального округа, или в министры сельского хозяйства. Но справедливости ради надо все-таки сказать, что Халманских далеко не первый человек труда, приглашенный в российскую власть. Ткачиха из Иваново Елена Лапшина, например, была депутатом Госдумы пятого созыва. Сейчас же в парламенте заседает Валерий Трапезников, токарь шестого разряда. И вот что он говорит по поводу политического будущего рабочего класса в России. Шаг с политической точки зрения очень верный, неожиданный. Но я считаю, что многие чиновники, которые думают о своей дальнейшей карьере, были в шоке. Я 40 лет отстоял у станка, и я считаю, мы – это власть народа. Как рабочий человек, по сути дела, он будет стараться. Мы ведь с промышленными предприятиями привыкли к дисциплине, всем утра на работу, не как некоторые чиновники. Новые люди всегда стараются работать. Если вам поручат какое-то дело, вы никогда его не делали, вы нос разобьете в кровь, докажете, что вы умеете работать. Урал, Россия, Путин! С Урала смотрим на Москву, уважаем Москву, любим Москву. Но иногда некоторые вещи, когда лежат сутками на бульваре, и у нас первый вопрос – а как они, когда на работу-то не ходят, что ли? Этих козлов сюда, на Урал, в рабочие коллективы, мы сделаем их! Это назначение, может быть, пример подаст молодежи. Может быть, не стоит иногда бегать на митинги, а делать карьеру. Вот именно такой лифт карьерный. Думаю, стоит поработать как следует, и тебя заметят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова